Привет! Помните, как пару лет назад все начали сходить с ума по квестам в реальности? Сегодня я поговорю с человеком, который создал этот тренд. Это сооснователь компании Клаустрофобия Сергей Кузнецов. Поехали! Артемий довольно неожиданно для нас написал пост, что чуваки поиграли в Клаустрофобию. Аху**но! Самый первый состав Клаустрофобии сотрудников частично состоял из знакомых и друзей. Там был, говорят, проблем. Клаустрофобия функционирует порядка 100 квестов, с которых большинство уникальны. Поязнь того, что мы нащупаем стену, после которой не сможем делать новые игры, но отсутствует. Ты вообще хорошо помнишь 2013 год, когда Клаустрофобия создавалась? То есть муж? Нет? Мало что помню, что было на прошлой неделе. С момента, как мы приняли решение, это было довольно молниеносно, что мы делаем первый квест. Я занялся поиском помещения, и параллельно мы втроем начали писать сценарий. У нас было несколько совместных встреч. Сначала мы шли по разумному пути, выбиралась тематика. Простые и архетипичные темы брались вначале. Это была больница и тюрьма. Сравнительно небольшое время. По меркам настоящего писал сценарий. Он, очевидным образом, был слаб и не очень хорош. Опять же, если смотреть с сегодняшнего дня, наши первые московские квесты все равно были на голову лучше европейских. И люди, которые в них играли в самом начале, давали очень хорошие, очень клевые отзывы. Вы ориентировали именно европейские квесты? Мы не играли в них. Только Богдан играл в один из европейских квестов. Условно, у него в голове была концепция, что это воссоздание какой-то вселенной и наполнение этой вселенной задачами, чтобы было интересно решать их и получать немножечко сертонина в качестве вознаграждения за успешно пройденный этап. Поэтому мы ничего не знали ни про хороший кейс, ни про плохие кейсы. Мы делали так, как нам казалось на тот момент, что это правильно и интересно. Наше представление на тот момент, конечно, максимально сильно отличалось от того понимания, которое присутствует сейчас. Но, в общем, мне кажется, мы потратили сравнительно недолгий период, около двух недель на целиком написанный сценарий. У нас тогда не было ни тех заданий, никаких прочих нормальных шагов, которые делают сейчас при создании продукта. Поэтому, условно, у нас просто был готовый текст, даже не было эскизов по этому готовому тексту. Было какое-то количество строителей, декораторов, которые под нашим руководством уплощали это в жизнь по переменным успехам. Но, тем не менее, когда мы достроили спустя где-то полгода первые два квеста, мы были довольны тем, как это получилось. Нет ли проблем в том, что ты ведешь бизнес именно с друзьями? Это вообще, в принципе, частая история среди бизнесменов. Но не было ли у вас каких-то споров, еще чего-то конфликтов? Если были, то как вы их решали? Бывали, конечно, в большом числе, но здесь же не принципиально ты дружишь с человеком или не дружишь. Принципиально, умеешь ли ты с человеком договариваться и искать компромиссы. В подавляющем большинстве, там, 99% кейсов нам удавалось достичь тех или иных компромиссов по спорным вопросам. В общем, в Корее нет такой проблемы. Была изначально проблема в том, что самый первый состав кластрофобии сотрудников частично состоял из знакомых и друзей. Там был ряд проблем, потому что, когда ты настаиваешь на каком-то решении, с которым не согласен человек, это могло приводить к тем или иным конфликтным ситуациям. Но мне кажется, что там никакая дружба сильно разрушена не была и не то, чтобы были какие-то большие проблемы. Про вас же даже Артемий Лебедев писал, когда вы только появились. Вы его сами попросили, а он на вас вышел. Мы позвали его поиграть, ну, как мы, Богдан Графцов. Он работал в его студии, да? Да, он работал в студии у Артемия. Позвал его поиграть без каких-либо мыслей о том, что там, вот сейчас придет Тема, напишет и будет здорово. Во-первых, так с Темой не работает, но на тот период не работал. После этого у Артемия появились прямо рекламные посты, за которые он берет деньги. Но нам просто было интересно мнение клевого чувака, который делает собственный хороший, сильный, интересный продукт. Было интересно понравиться ему, не понравиться, засыпать, не засыпать. То есть мы все звали в течение пары недель своих хороших друзей и знакомых на тестовые игры, чтобы просто понять, надо ли что-то исправить, не допустили мы каких-то больших ошибок и прочее. Артемий довольно неожиданно для нас написал пост довольно короткий, что чуваки, поиграл в клаустрофобию, аху**но. И это привело мгновенно к тому, что у нас лег сайт на пару дней, ну там расписание, которое до этого и так было достаточно забито, забилось там прям физически на месяц вперед нельзя было поиграть. Какой у вас был стартовый капитал на все это дело? Мне кажется, мы потратили миллион-миллион двести на два квеста. Опачки, и как быстро это все окупилось? Вы же запустились прямо вот накануне Нового года. Две недели. За две недели вы отбили всю сумму? Да. И потом уже пошли в плюс? У каждого из нас было какое-то количество выходов на Тереный, издательства, журналы и говорящие головы. А, соответственно, у нас первые несколько лет, так как это вообще новый вид развлечения, про который достаточно интересно было писать, открытие первых квестов был крайне хорошим инфоповодом для того, чтобы к нам пришла вся профильная и непрофильная пресса. То есть, начиная с афиши, которую наши хорошие друзья заканчивали, там, Forbes, Коммерсант и далее по списку, пиар-эффект был довольно большой. При этом затрат было ноль. Да, это был бесплатный пиар. Поэтому, ну, то есть, там, сейчас маркетинговый департамент вполне себе работоспособный единиц с маркетинговыми бюджетами, но это, как бы, пришло не сразу, потому что, там, базово первые полтора-два года это просто не требовалось. Мне кажется, у вашего рынка, ну, вообще, конкретно у бизнес-клаустрофобии и многих других, есть одна большая проблема. Это то, что квесты могут надоедать. И, наверное, главный критерий вообще, который нужен для этого бизнеса, это возвратность людей. Это так. Получается, вам нужно каждый год придумывать энное количество квестов? Это так. Чтобы людям было интересно, чтобы они теряли интерес. Как вы это все делаете? Одна из проблем, почему мы были не очень успешны или неуспешны в ряде городов заключалась в том, что как раз у нас не открывалось необходимое количество новых историй. Нам повезло в Москве. Мегаполис с огромным рынком и с числом партнеров. То есть у нас ежегодно открывалось необходимое число квестов, чтобы совсем преданные фанаты могли в эти квесты поиграть. Мне кажется, в Москве мы уже закрыли примерно 50 наших квестов, которые устарели. А их сейчас там около 50. То есть в Москве за все время наших квестов порядка 100 было. А так как частота посещения квестов, она все-таки, я думаю, либо соизмерима, либо немножко реже, чем походы в кино, то в рамках Москвы у нас нет такой проблемы. Но базово ты, конечно, прав. Если у тебя постоянно не появляются новые квесты с определенной периодичностью, твоя лояльная аудитория, твои игроки, которым нравится твой продукт, идут к другим. Сколько у вас вообще сейчас уникальных квестов? На текущий момент, мне кажется, что в каустрофобии функционируют порядка 100 квестов, которые в большинстве уникальны. Но те квесты, которые мы сейчас строим, это все-таки уже копии самых лучших квестов, которые мы сделали. И в будущем мы, конечно, будем придерживаться этой модели. То есть у нас все равно будут постоянно появляться те или иные новые квесты в разных городах, и в городах, где мы будем иметь большое сосредоточение. Но мы будем стараться в других городах и странах копировать лучшее, что есть, как показывает наша аналитика, правильный путь, по которому нужно идти. Сколько у вас вообще сейчас всего точек, учитывая всех партнеров, всех франчайзи? Предполагаю, что порядка 30 с небольшим точек. Еще около 10 находятся в стадии строительства. Но базово мы будем сильно наращивать число квестов, которые есть. То есть там обычно на одной локации 3 плюс квеста. Мы все-таки нацелены на уже существующем рынке с уже существующим продуктом искать что-то хорошее и стараться сделать так, чтобы загрузку этого чего-то хорошего была больше с нашей помощью. Если говорить о сухих цифрах, то у вас какие сейчас показатели, ну, допустим, по выручке годовой? Мы порядка 60 миллионов рублей должны показать по этому году по группе компаний. Если будем хорошо себя вести, скорее всего, будем хорошо себя вести. Давай немножечко отмотаем время назад и вернемся к твоему первому бизнесу. Ведь настольные игры — это, собственно, твое первое начинание, первый опыт в бизнесе, правильно? Настольные игры — сувенирка, да, это первое. А почему выбрал именно такую нишу? По-хорошему, это произошло крайне спорадически случайно. Я на момент принятия решений о том, что мы хотим заниматься чем-то своим, уже три года работал в очень крупном агрохолдинге. Достаточно нервная и напряженная работа. Там у нас каждую субботу были планерки на производстве. Черт знает где под Конаково. Это очень далеко. Это очень далеко. Вот, то есть там тебе приходилось вставать в 5 утра и ехать в 3 часа, чтобы принять участие в производстве планерки. Это немножечко доставало и выматывало. Ну и плюс, скорее, не получал удовольствие от того, что делаю. На тот момент довольно сильно увлекся настольными играми. Как раз, по-моему, в 2011 году, если ничего не путаю, попалась игра Dixit, которая очень понравилась. И бизнес вообще начинался хаотично и плохо. С первой настольной игрой был довольно интересный косяк. Взяли дизайн, который повторял дизайн не нашей игры, и из этого сделали продукт. И, в общем, решили, что так делают нахуй, а мы не такие. Поэтому мы уничтожили весь тираж. То есть мы не продали, по-моему, ни одной копии. То есть мы даже поставили это куда-то, но сразу отозвали все. Делали условно в рамках собственного появившегося представления о этике, а не в рамках чьих-то судебных исков. После этого решили, что, наверное, клево сделать собственную игру, так как я был довольно сильно инспирирован игровой механикой Dixit и хотелось сделать что-то чуть-чуть более злое с российским культурным кодом, появилась игра Imaginarium. Мы удивительным образом попали очень много куда с нашим видением, какой должна быть эта игра. С тех пор все завертелось. То есть бесспорно была какая-то череда удач, потому что был контакт с компанией Mostigral, которая на тот момент была, я думаю, крупнейшей сетью по продажам настольных игр в России. Там сказали, чуваки, слушайте, отлично, а мы пришли где-то в ноябре. Нам сказали, ну, слушайте, все, делайте нам под Новый год тираж 10 тысяч штук, и мы все продадим. У нас даже близко не было денег на подобные тиражи, плюс мы ни разу не работали с этой компанией, знать ничего не знали о том, что быть в дальнейшем. Как же вы выкрутились? Выпустили тираж 2000. Он разлетелся за какой-то крайне короткий срок. То есть там, правда, речь шла о неделях. А после этого начали достаточно сильно реинвестировать все, что мы получали в производство одного продукта. Как только вышли на правильные производственные мощности, естественно, стали задумываться о других играх. И потихонечку началось формироваться издательство. И сейчас, я думаю, что мы, наверное, третий-четвертый в России по размеру. И стремимся эту позицию исправить и подняться выше. Иммагинариум до сих пор остается самой топовой игрой. Есть уже другие наименования. А сколько вообще эта игра приносит денег, прибыли? Именно она. Топи среди наших продаж, условно, в объеме выручки, это порядка 40%. Довольно большой кусок. Просто так как это одна из наших первых игр, к ней существует довольно большое количество дополнений и разных вариантов... Ну да, там набора корот. ...больших коробок. То есть мы стараемся ежегодно делать какие-то новые истории, как и среди маленьких дополнений, так и среди больших коробок. Очевидно, понимая, что есть ограничения по месту на полках, и, соответственно, выводим потихонечку те версии игры, которые себя успели отжить. Ну, получается, у вас сейчас основных направлений бизнеса, ну, вот я насчитал пять. Это квесты, это дроны, которые вы готовите, это производство квестов, это игровые площадки в торговых центрах, и настольные игры все еще остаются. Нету такой проблемы, как раз фокус. Ну, вот как у вас распределены просто обязанности между сооснователями? Потому что направление пять, наверное, тяжело. Все-таки базово, все, что связано с квестами, с парками развлечений, с производством, это группа компаний. Не всегда с одними и теми же собственниками или там с одними и теми же долями. Есть тимлиды проектов, которые отвечают за разные направления, и это очень сильно упрощает историю, потому что, ну, когда люди ответственны за свой блог, то есть там у нас производством занимаются ребята, которые занимаются фактически только им. И так далее. Здесь нет сложности с расфокусировкой. Расфокусировкой бизнес по настольным играм. Он фактически уже года три как на управлении. А в рамках клаустрофобии ряд подразделений уже работают достаточно автономно. И у нас есть система с ежемесячным отчетом отделов, когда все отделы компании в один день рассказывают и презентуют, что произошло в прошлом месяце и что планируется в следующем. Насколько вообще сложно придумывать новые квесты, но с той целью, чтобы возвращать к себе людей, которые уже знают блогастрофобии? Это непростой процесс. Как правило, это команда из нескольких сценаристов и, как правило, это несколько месяцев на написание сценария. У нас же есть сложность, что основной точкой сосредоточения наших квестов является Москва. Все-таки основные новые квесты в Москве. У нас есть задача не пересекаться по внутриигровым, сейчас будет тавтология, задачам же в рамках квестов. Поэтому сложно, когда уже огромное количество различных типов механик ты использовал, сложно придумывать какие-то новые механики. Это всегда какая-то комбинаторика старых видоизменений и прочее. Это не очень простая работа. А так как все это должно происходить в увязке с сюжетом, с нормальными моментами драматизации, развязок и всем прочим, в общем, работа довольно сложная. Причем она итерационно проходит, потому что сначала пишется сценарий, как только сценарий условно готов на 100% и принимается, ставится ТЗ на производство всех элементов, на этом этапе могут возникнуть какие-то корректировки, потому что неожиданно выясняется, что заставлять левитировать предметы больше пары грамм немножко сложно, а если ты все-таки хочешь это делать, то электромагнитное поле будет убивать все живое в радиусе пары метров. Что не очень хорошо. У нас дети играют, семьи и вообще. И вообще. Вот. Поэтому иногда квесты претерпевают какие-то изменения с окончания сценарного этапа. Дальше наступает снова не самый простой этап в виде продакшена. На новый квест тяжело называть какие-то среднеизвестные сроки, но в любом случае это минимум полгода. А если суммировать все этапы, которые ты перечислил, то есть написание сценария, креатив, продакшен, то сколько денег в среднем уходит на создание одного квеста? На создание хорошего квеста уходит... На текущий момент я бы брал от 3 миллионов рублей. Если мы говорим про новые копирования, иногда можно делать дешевле. До бесконечности. То есть вот сейчас там условно потолком, который я знаю в рамках всего нашего рынка, не знаю, есть ли где-то в мире квеста дороже. Это стоимость 20 миллионов рублей. Повторюсь, не то чтобы это правильное решение. Развратность этих инвестиций будет довольно долгой. Но продукт при этом получится крайне хорошим. Кто вообще ваша аудитория целевая? Кто посещает квесты в основном? Ну, кора, аудитория, ядро – это все-таки там 18-25. Но здесь же квесты тоже уже начали внутри себя делиться на подкатегории. Появляются детские квесты, прям сделанные только для детей. То есть там наш квест, сделанный с персонажами вселенной смешариков, с покупкой их лицензии. И там квест по мотивам русских народных сказок, он рассчитан только на детей, целевая аудитория этого квеста – только дети. Очень приятно видеть, что у нас же там все игроки, которые играют в квестах, могут потом сфотографироваться, чтобы в личном кабинете увидеть время, свою фотографию в интерьере квеста и так далее. очень приятно видеть команды игроков, состоящих из прям таких совсем пожилых людей. То есть там, когда приходит компания бабушек лет по 80, и там банк начинает грабить, вот, всегда достаточно радует. Чем вы в дальнейшем будете удивлять аудиторию? Ну, условно говоря, может быть, есть какие-то планы по внедрению каких-нибудь VR-технологий в квесты? Я предполагаю, что в апреле у нас стартуют целых два развлечения в VR-сфере. Одна история – это такая нарративная космическая сага, мы ее будем запускать в авиапарке. Вторая история – совместно с компанией VR-тех, это довольно крупный российский игрок на рынке VR, мы делаем квест клаустрофобии, он будет в VR целиком и полностью. А нет ли опасений у компании, лично ты сам не боишься, что вообще вся эта тема, ну, достаточно исчерпаема, учитывая то, что вы уже на рынке пять лет, и придумывать каждый год все новые-новые-новые квесты, ну, даже если что-то заимствовать и перерабатывать под наши реалии, это, а, во-первых, затратно, а, во-вторых, ну, креативно очень сложно. Такого по сине нет. Кино снимают более ста лет, а, казалось бы, набор сюжетных линий, набор жанров одинаков, но нет там, пожалуйста, 2017 год появился еще один новый жанр в кино, и десктоп фильмы, благодаря Битмамбетову, говорят, что вот мы жанр, который может быть нормальным жанром. А до этого сто лет люди придумывали, что бы сделать такого, чтобы выделиться от прочих коллег по цеху. Поэтому боязнь того, что мы нащупаем стену, после которой не сможем делать новые игры, а базовая это все-таки игра, ну, отсутствует. То есть игровой рынок классический гораздо старше нас, и нет такой проблемы. У аудитории есть какое-то время, условно, частота использования продукта, и люди в среднем ходят раз в несколько месяцев в квест, и это не успевает им доесть. Учитывая этот факт, что пропускная способность отдельно взятого квеста, она же вообще крайне маленькая. Опять же, если брать классический квест, там, 4 человека в час, условно, 10 сеансов в день, и 40 человек в день, и это дает нам 1200 человек в месяц при полной загрузке. То есть, там, менее 15 тысяч человек в год на один квест, там, при том, что население Москвы с агломерацией, не знаю, сейчас уже 16-17 миллионов, плюс туристы, в общем, нет. Такой проблемы как-то нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова